Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео, всем привет! Вторая часть, как сохранить ценное качество меда после откачки. Сегодня мы прочитаем две темы о сохранении качества меда. Упаковка меда и хранение меда. Итак, упаковка. На пасеке мед упаковывается чаще всего в бочки или липовки. При розничной продаже меда обычно используют стеклянную посуду. Для этой цели можно применять маленькие липовочки, глиняную, металлическую и даже бумажную посуду. Бочки для меда обычно имеют емкость не более 1 центнера, 100 кг. Лучшие породы дерева для изготовления бочек липа, бук, чинара, верба, ольха. От дуба мед чернеет, от хвойных пород приобретает смолистый запах, а от осины горечь. Отмеченные недостатки у дуба, хвойных и осины можно устранить, промывая бочки несколько раз горячим раствором соды. Бочки для меда должны иметь по 3-4 железных обруча. Клепку для медовых бочек берут колотую, строганную с обеих сторон. Пилинная клепка непригодна, так как мед обладает свойством через порезанные волокна проникать наружу. В нищей бочке устраивается одно круглое отверстие диаметром 25-30 см, закрываемое точечной пробкой. Бочки всегда ставят пробкой вверх. Липовки объемов от 2 до 50 кг. Изготавливают из дуплистых липовых деревьев, иногда из тополя и ветлы. Они отличаются от бочек тем, что не имеют плотных крышек, а закрываются кружками из фанеры. В липовках можно перевозить мед в закристаллизовавшемся виде. На пасеке иногда применяют плотные ящики, покрытые с внутренней стороны горячим воском, особенно в местах соединения досок. Заливают мед в ящики тогда, когда он частично уже закристаллизуется. Доски и клепки для изготовления ящиков и бочек должны быть сухими, иначе мед их высушит, от чего образуются щели и произойдет его утечка. Для временного хранения меда или транспортировки удобно пользуются молочными бетонами. Вот такая вот информация, возможно вам пригодится. Еще одна небольшая статейка. Хранение меда. Очень важно, друзья, обратите внимание. Мед, как известно, обладает гигроскопичностью, свойством впитывать из воздуха влагу, запахи и удерживать их. Виноградный сахар, входящий в состав меда, не обладает гигроскопичными свойствами, но плодовый сахар очень гигроскопичен. Если мед, имеющий водность 17-4%, поставить в помещение с влажностью воздуха 60%, то он не изменит своей водности. Если влажность понизится, мед начнет усыхать, а при влажности воздуха выше 60%, водность меда будет увеличиваться. Так как при влажности воздуха 81% через 3,5 месяца водность меда увеличивается с 17,4% до 32%. При влажности в 100% водность меда за срок менее 3 месяцев увеличится до 55,2%. Наоборот, влажность воздуха 20%, водность меда за 4 месяца хранения уменьшится с 17,4% до 10,6%. То есть, чем вы поняли, если в вашем помещении влажность нормальная, то мед будет у вас стоять нормальный, не разжижаться, не закислится и тому подобное, и не закристаллизуется. Все зависит от вашей влажности воздуха. Нормальная влажность воздуха около 18%. И чтобы у вас она содержалась, водный состав, как говорится, 18% воды в меде. Это нормальное состояние меда. Если поставите в помещение с влажностью воздуха до 60%, он не будет меняться. И вот это самое важное условие. Закристаллизовавший мед имеет меньшую гигроскопичность, чем серообразный. Восковые крышечки, забрус запечатанного сотого меда полностью не предохраняют его от поглощения влаги из воздуха. То есть, вот эти крышечки, влага проходит через эти крышечки, они имеют пористость. Поэтому при зимовке пчел в очень сухих помещениях мед может терять влагу и закристаллизовываться. А при зимовке в сырых помещениях поглощать влагу из воздуха и разжижаться, и закисать. И то, и другое может привести к неблагополучной зимовке пчел. Как я уже сказал, если сырое помещение, и у вас стоит мед, вроде бы нормально выкачанный, все, он может закиснуть, потому что большая влажность. Мед следует хранить в закрытой посуде при температуре воздуха не выше 10 градусов. При более высокой температуре создаются благоприятные условия для закисания меда. Зрелый мед, находящийся в сухом складе при указанной температуре, может сохраняться в течение многих лет без порчи и потерь. В помещении, где хранится мед, не должно быть каких-либо запахов. Нельзя мед хранить рядом с кожей, селедкой, керосином, дегтем, кислой капустой и другими сильно пахнущими продуктами, так как все эти запахи могут быть поглощены медом и качество его сильно снится. Имеется в виду, если мед открытый, имеется в виду, если банку вы поставили и открыли, то он обязательно, или бочка открыта, или ведро у вас открыто. Если она закрыта, то запахи туда не попадают. Бочки с медом на складе устанавливаются на некотором расстоянии от пола. Бочку можно ставить 2-3 ярусов. К каждой бочке должно быть легкий доступ. Чтобы в случае появления течи меда, она не оставалась незамеченной. Окна и двери склада должны быть зарешечены от залета в него пчел. Итак, друзья, до свидания, до встречи, до следующего видео.